Всем привет! Решила снять видео по такому вопросу, который мне очень часто задают. Можно ли выпускать птичек, когда у них яйца и когда у них птенцы в гнезде? Все птицы разные, все пары разные. Нет ни одной одинаковой пары птиц. Отсюда я очень просто рекомендую, потому что я не знаю вашей пары птиц. И мне на расстоянии сложно понять, какой они характерны и сколько они готовы к этим яйцам и птенцам. В принципе, я выпускаю своих птиц полетать, но выпускаю полетать тех, которых я уверена. Уверена, что они полетают, намотают пару кругов и снова вернутся в гнездо и будут высиживать дальше и кормить своих птенцов. Есть такие варианты, когда птички просто могут вылететь из клетки и к вечеру туда больше не вернуться. Тогда, конечно, и яйца погибнут, и птицы будут голодными. И нельзя давать птицам понять, что вы готовы выполнять за них работу какую-то. Потому что может показаться, что они глупые, но на самом деле не очень умные. Как только они поняли, что вы сами выкормили своих детей птенцовых, они могут вообще пойти опять на вторую, третью вкладку и, как бы не закончив первый процесс, начинать уже снова откладывать яйца. Потому что я так поняла, что у них самое любимое – это яйца. То есть они могут даже, особенно молодые пары, когда у них птенчик вылупился, они на него могут просто смотреть и не понимать, что с ним делать. Поэтому, конечно, когда вы уверены в том, что, ну, там уже у вас были птенцы, там не один раз, вот, и вы уверены, что она такая вся мамашка или папашка самостоятельная, там, самознательно ее делать, там, погуляла, вернулась, тогда да, можете выпускать, это очень полезно. Конечно, птицам тоже надоедает сидеть в клетке, в гнезде, им хочется развеяться иногда, вот, поэтому, конечно, в такой ситуации лучше выпускать. Ну, если у вас пара молодая птиц, молодая, значит, от двух лет, раньше я никогда не ставлю домик, санки обязательно должно быть два года, не раньше, вот, тогда у нее что-то в голове уже как-то появляется, там, какой-то ум, вот, так, конечно, не могут нанести яиц и вообще забыть про них, вот, поэтому нужно исходить из того, какая у вас пара птичек. Вот, хотела еще показать свою копошилку, у меня вообще их две, а здесь у меня, ну, такой, большой песок, вот, они любят в этом поковыряться, и здесь уже такое все, любят они погрызти корки лимона, корки мандарин, вот у меня тут яблоки сушеные, шиповник, корни, сейчас вот как раз можно их собирать уже, молчая, можно их собирать и кушить, вот, и, ну, у меня тут очень много чего, я не сильно пользуюсь аптечными травами, потому что, ну, вот, семена укропа у меня лежат, вот, немножко могу им кинуть вот хлебцы, вот, не так много, но они тоже их любят погрызть, вот, в общем-то, это такое для них занятие, очень, очень интересное, они, как бы, никогда не портят все вокруг, вот они сидят в этих копошилках, полетели, 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 да, и корилы, они так не летают постоянно, они сейчас вот намотают пару кругов и успокоятся и присядут, просто бывает им какой-то звук не нравится, и они вот так вот могут взлететь. Вот, если будут какие-то вопросы, задавайте, мне тоже интересно ответить. Вот, на этом все, всем спасибо, всем пока!